МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогу оселит ждущие. На Минском меняют дорожное покрытие. Это же наше благоустройство, для нас все. Когда завершатся работы? Чтобы урожай был богатым. В Бобруйском районе прошли зажинки. Ставка на зимы ячмень, которая была сделана, она себя оправдала. Какая задача стоит перед аграриями? К вам приехал ревизор. Два раза в неделю чистят вообще сарай. Ну, сейчас трактор вот коровник почистит, приедет сюда. Сотрудники прокуратуры мониторят фермерские хозяйства. Кто на карандаше? Спасибо за покупку. Работники торговли отмечают свой профессиональный праздник. Крепкого здоровья, благополучия. Вам что-то подсказать? Слоган будущей Олимпиады в Париже – Европа в огне и не только на Земле. Старлинг продолжает покорять космос. Виды на урожай хорошие. Президент на селектором совещании по уборочной кампании рассказал, от чего зависит продовольственная безопасность страны. Александр Лукашенко обозначил ряд вопросов, на которые ответственные должностные лица, власти на местах и директора предприятий должны обратить особое внимание. Это трудовые кадры, обеспечение порядка и дисциплины, оказание своевременной помощи сельским жителям. Каждая минута дорога, установилась неплохая погода, надо убирать хлеба. Только надо помнить, что уборка – это не только уборка зерновых. Но особенность такова, что зерновые колоссовые, особенно рапс, не подождут. Если мы день-два прозеваем, урожай будет на почве, на земле, все осыпется. Поэтому мы уделяем особое внимание этим видам сельскохозяйственной продукции. Еще раз подчеркиваю, в мире ситуация очень серьезная. Еще раз повторяю, опасность вызывает то, что она неопределенная. То есть мы не знаем, что может быть завтра или послезавтра. Поэтому по-деревенски, по-крестьянски мы должны готовы быть к худшему. Будет лучше – и нам будет неплохо. Госзаказ на зерно должен быть, безусловно, выполнен. По предварительной информации, нынешний урожай пригоден для высококачественного хлебопечения. Поэтому необходимо сделать закупки в объеме полной потребности. Кроме того, нужно создать базу для выполнения программных задач ОПК. Заготовить зернофураж для животноводства с учетом требований рационов, обеспечивающих высокий уровень продуктивности по молоку и мясу. В продолжении темы в Абруйском районе отметили зажинки. В национальных костюмах по старинке вручную женщину собирали первые колосси. В поле пели, танцевали и подкидывали снопы. Все, как велит древний обряд. Чтобы год был плодородным, раздавали каравай. Тем, кто за рулем комбайна, почести. Ставка на урожайность, несмотря на коррективы погоды, остается высокой. Сейчас важно собрать и сохранить урожай. Сейчас урожай действительно стоит на полях неплохой. Ставка на зимый ячмень, которая была сделана, она себя оправдала. Площадь была увеличена с 75 гектар, практически до 700 гектар. И средняя урожайность зимого ячменя состояла по району 45 центнеров с гектара. Аграриям Бобруйского района предстоит убрать 12 748 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Будут задействованы 50 комбайнов и 10 зерносушильных комплексов. В селу стране оказана вся необходимая помощь. Топливо, техника, финансовые ресурсы. Поэтому как от руководителей, так и механизаторов требуется максимальная дача. Главные требования – качество и темпы. К слову, в этом году в Беларуси планируется брать около 10 миллионов тонн зерна, включая раб, скукурузу и сурепицу. Уйти от ответственности не получится. Прокуратура района пристально следит за молочным производством. Важно обнаружить факты нарушения содержания и гибели животных и не позволить отдельным руководителям хозяйств помешать обеспечению продовольственной безопасности страны. Татьяна Горбыч проинспектировала фермы. Животноводческий комплекс Михалевской Нивы – одно из многих крепких хозяйств в регионе. Четыре дойные фермы и три по выращиванию молодняка. Более четырех тысяч голов скота – достойные показатели по производству и реализации молока. Но даже сюда приехала прокурорская проверка. Первая остановка – товарная ферма Химы. Старший помощник прокурора и главный ветеринарный врач Бобруйского района проверяют условия содержания коров и телят. Молодняк содержится отдельно. Условия неплохие. Подстилки сухие, телята здоровы, но явно страдают от летающих насекомых. От зоркого ока проверяющих не ускользает ни одна деталь. Есть претензии к санитарии. Стоила в коровнике не убраны. Бросается в глаза высокая занавоженность. Не произведена качественная подстил и чистка. За счет этого мы можем получить такие заболевания, как маститы у коров, либо какие-нибудь респираторные заболевания у животных. В связи с этим может возникать потеря продуктивного поголовья. Обеспечение животных качественными кормами на особом контроле. В этом году в хозяйстве заготовлено 17,5 тысяч тонн сенажа со злаково-бобовых трав. 16 центнеров кормовых единиц на условную голову при задании 13. Буренки точно будут сыты. Но вот с хранением смеси есть небольшие проблемы. Для того, чтобы не повредили животное, либо постороннюю пленку, нужно огородить их же тоже, да? Следующий пункт проверки – молочно-товарная ферма «Слобода». Сытые ухоженные коровы, любо-дорого посмотреть. А вот бытовое помещение для рабочих явно подкачало. Света нет, воды нет, душ не работает. Оцаревшие стены покрыты плесенью. Проблемы и с кадрами, которые не хватает немножко. Ну и тоже финансовые есть вопросы. Не всегда все успеваем в этом плане. Ну как бы не то, чтобы успеваем, а это все нужно и где-то купить, где-то что-то поремонтировать. В принципе, ну как бы движемся в хорошем направлении. Исправляем, если есть какие-то нюансы. И стараемся их не допускать. Прокуратура района на постоянной основе проводит рейды в сфере АПК. Проверка Михалевской Нивы – плановая. Цель – не наказать, а указать на недочеты в работе. И главное – устранить их. Проверили условия содержания, обеспеченность кормами, кормления крупного рогатого скота, молодняка крупного рогатого скота. По результатам проверки были установлены определенные нарушения ветеринарно-санитарных правил при содержании. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений. В стекшем периоде 2022 года прокуратурой Бобруйского района возбуждено 6 уголовных дел по фактам сокрытия подержа крупного рогатого скота под видом его прирезки. В настоящее время по этим уголовным делам проводится предварительное расследование. Содержание скота в сельхозпредприятиях на жестком контроле Могилевского обл. исполкома. Агропромышленный комплекс имеет четкую стратегию, которая позволит увеличить стадо и объемы животноводческой продукции. Продовольственная безопасность превыше всего. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Прожиточный минимум в детское пособие и новый призыв. В августе белорусов ждет ряд изменений, кто получит надбавку. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. С августа увеличится пособие на детей до трех лет. На первого ребенка запласят 556 рублей 5 копеек. На второго и последующих 635,48. На ребенка-инвалида почти 715. Суммы будут актуальными до 31 января 2023. Всего поддержку получают более 238,5 тысяч малышей. В вузах продолжается подача документов, но только на платное отделение. Попытать счастье можно до 8 августа включительно. Что касается зачислений, то в большинстве учреждений на бюджет принимают до 4-го числа. На оплачиваемую форму до 10-го. Тем временем открыты двери и в СУЗах. Выпускникам, которые никуда не поступили, у кого нет уважительных причин, придется примерить сапоги и камуфляж. Указ распространяется на парней старше 18 лет, не имеющих права на отсрочку. Призовут их на срочную службу или в резерв в августе-ноябре 2022. В стране повысятся трудовые пенсии. Это касается всех видов по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Сумма увеличится на 10%. В целом на выплаты в этом году запланировано около 16 миллиардов рублей. Изменится и бюджет прожиточного минимума. Вырасти до 328 рублей 50 копеек. С августа вступит в силу запрет на содержание в жилых помещениях и на приусадебных участках некоторых животных. В списке королевская кобра, питоны длиной более 4 метров, все виды морских черепах, семейства медвежьих, шампанзе и журавлей, а также лев, тигр и пума, плюс росомаха и африканский страус. Впереди ремонтные работы. В Обручане не могли не заметить реновации на Минской. С утра до вечера там трудится дорожный десант. В планах заменить асфальтобетонные покрытия, благоустроить пешеходные и велодорожки. Правда, передвигаться по основной магистрали города стало непросто. Все чаще там возникают пробки. Мария Береснич узнала, в такую копейку обойдется апгрейд. Глядя на эти кадры, невольным делом вспоминается столица. Пробки там явление привычное, но для Бобруйска затор скорее исключение, нежели правило. Всему виной ремонт главной магистрали. Дорожники трудятся на отрезке от Орджоникидзе до Гагарина. К работе приступают так, чтобы не создавать проблемы в утренний час пик. А вот с вечерним дела обстоят куда труднее. Если автомобилисты на реновацию смотрят с оптимизмом, то не все пассажиры общественного транспорта проявляют понимание. Дольше время ожидания, плюс приходится немного прогуляться. Там, где троллейбус не может идти своим ходом, его перевозит машина техпомощи. В связи с ремонтом дорожного покрытия по улице Минской в работе троллейбусов могут быть срывы в расписании. Мы просим относиться с пониманием данной ситуации. И если пассажиру пришлось вынужденно выйти с салона троллейбуса, он может воспользоваться тем же талончиком на другом троллейбусе. В проект входит фрезерование верхнего слоя и укладка асфальтобетона. Генеральный подрядчик ДСУ-16. Бабройская организация не раз выигрывала тендеры на ремонт городских улиц. Участвовала и в реконструкции ключевых республиканских магистралей, в том числе и М5. На Минской дорожнике применяют материал на основе специального битума и целлюлозы, что делает покрытие более устойчивым колебанием температуры и внешним воздействием. Новое полотно должно прослужить не меньше 10 лет. Стоимость проекта – 1 605 000 рублей. Задействованы здесь порядка 30 человек, не считая тех, кто трудится на асфальтобетонном заводе. Работы завершатся до 15 августа. На этом участке три асфальтовокладчика идут для того, чтобы сразу закрыть половину дороги на всю ширину. Пять катков. Ну и сопутствующая техника – это водовозки, это фреза. Фреза большая, фрезы маленькие, гудронатор, дорожные рабочие, которые работают на устройстве тротуара, дорожные рабочие, которые идут в устройство с асфальтобетонного покрытия. Вскоре обновится и пешеходная дорожка от Чехова до Джаникидзе. Вместо асфальта на протяжении квартала положат мелкоштучную бетонную плитку. Поэтому временное неудобство, помимо водителей и пассажиров, испытывают еще и велосипедисты и пешеходы. И мнения здесь разделились. Я вчера ехал, такая ситуация по той стороне была. А сегодня еду, теперь по этой стороне. Ну что сделаешь? Ну, это все надо. Это же наше благоустройство, для нас все. Ничего, остановочку пройдем, там ждут, говорят, пересядить на троллейбус, появится. Вообще неудобно. Я ждала минут 30, наверное, троллейбуса на шестом микрорайоне. И потом меня высадили только на РТИ. Очень все слаженно, очень все красиво, очень все четко. Я видела неделю назад там. Ремонтировали тоже очень быстро, очень четко. Минская транзитная магистраль. Улица, переходящая в шоссе. Работы ведутся за счет республиканского фонда. Апгрейд здесь начался еще в 2020. Самое сложное уже позади. За два года отремонтированы 3 из 5 километров. На пересечении с Октябрьской появилась дополнительная полоса для поворота направо. На оживленных перекрестках островки безопасности и специально выделенные велодорожки. А на пешеходных переходах тактильная плитка и заниженные бордюры. Буквально на глазах преображаются и другие городские артерии. В этом дорожном сезоне готово 150 тысяч квадратов асфальтового покрытия. Ровно столько же сделано за весь прошлый год. Гагарина. Сделана улица Ульяновская. Практически доделана только тротуарную дорожку. Там нужно сделать. В работе сейчас находится улица Орджоникидзе. От ЖД переезда возле Горгаза до улицы Оранжерейной. То есть тоже буквально на этой неделе мы заканчиваем. В ближайших планах у нас улица Интернациональная. От 50 лет Октября и до путепровода Крылова. Кроме того, возобновлены работы и по реконструкции Титовского моста. Вскоре их станет два. Тендер, напомним, выиграли сразу несколько организаций. За правый берег отвечает ДСУ-16. За левое дорожно-строительное управление из Рогачева. Проектировщик Белгий Продор. Путепроводы практически не будут отличаться друг от друга. Исключение ширина. 17 метров у нового и 14,5 у приемника Титовского. Для водителей предусмотрены три полосы на въезд и столько же на выезд из Бобруйска. Расположатся тут пешеходные и велодорожки. В параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширится Береговая и Рогачевская. Каждая улица примерно на 500 метров. С учетом длины переправ суммарная протяженность дороги составит 1320 метров. Основную часть пролетных сооружений выполнят из особо прочной стали и лишь прибрежной из бетона. Реконструкция запущена в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». Время идет, а вместе с ним меняется и Бобруйск. Визуально город уже не узнать. Туристы каждый раз с восторгом изумляются. Однако процесс модернизации не может проходить бесследно для местных жителей. Это, конечно, из-за держки общественного транспорта, перекрытые дороги, заторы. Но все трудности временны. Благодаря сегодняшним реновациям уже завтра автомобилисты, пешеходы и велосипедисты смогут на себе ощутить то, ради чего надо было немного потерпеть. Мария Бересневич, Ольга Васенна, Максим Галеонко, Станислав Чичерин. Итоги недели. Люди, стоящие за прилавком, в Беларуси отмечают День работников торговли. В адрес лучших представителей отрасли звучат слова «поздравления». Благодарственные письма, цветы и грамоты вручают более 40 сотрудникам в сфере розничной торговли, обслуживания и общественного питания. Плюс пяти из них присваивают почетное звание «ветеран торговли». Награды от профильного министерства, обл. исполкома и Бобруйского горысполкома. Хочу поздравить и выразить слова благодарности ветеранам и работникам сферы торговли. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия им, их семьям, профессионального развития, а также успехов. В Бобруйске более 10 тысяч человек трудятся в этой сфере. Внимание, доброжелательность по отношению к покупателям и ответственное отношение к своим обязанностям. Все это про них. К слову, 65% работников торговли женщины в средний возраст 37 лет. До дня знаний месяца большинство учреждений образования, кажется, уже готовы принять учеников. Капитальный ремонт этим летом проводят в 1, 4, 6 и 20 школах города. Дедлайн получения паспорта готовности 20 августа. По обновленным кабинетам прошлась и наша съемочная группа. Классы 30-й школы непривычно пусты. Не слышно ни звонков, ни детского смеха. Все это пока. Буквально через месяц коридоры вновь наполнятся жизнью. Впрочем, и на каникулах здесь вовсю кипит работа. Сейчас ведутся последние приготовления к учебному году. Блестит свежими красками спортзал, радует глаз и отремонтированный пищеблок. Готовая к встрече с юными читателями современная библиотека. А кабинет информатики пополнился 13-ю новенькими компьютерами и сенсорной панелью. Учреждения образования к новому учебному году готовы на сегодняшний день на 90%. Остались только работы по помыть, почистить. Очень большое внимание государство уделяет образованию. Поэтому и вложения в учреждения образования тоже есть. Ну и хочу сказать, что очень много вкладывают сами родители для создания уюта в учебных кабинетах для своих детей. Мы очень рады будем встретить наших детей 1 сентября в уютной отремонтированной школе. Полным ходом идет подготовка к учебному году и в 20-й школе. Наводят лоск в холле, штукатурят и красят классы. В рамках капремонта здесь полностью обновлена входная группа. Отремонтировано крыльцо, установлены пандусы, усилены конструкции плит перекрытия под пищеблоком. Петколлектив и техперсонал, засучив рукава, приводят в порядок спортплощадку. Летом мы работаем все на ремонте школы. Покрасили в этом году первый этаж. Стены перекрасили, был бирюзовый, стал бежевый. Лестницы красим, столовую тоже ремонтировали. И сейчас спортивное сооружение на улице делаем. Готова к встрече с учениками и 28-я школа. Ребята смогут проявить свою фантазию и творческие способности в отремонтированном лего-классе. Малышей ждут по-домашнему уютные группы продленного дня. В интерьере только яркие краски и натуральные материалы. Не обошли стороной тут и спортзал. Закупили инвентарь. Заменили 14 окон. Помог попечительский совет. Привели в порядок санузлы. Привезли новую мебель. Уже выгружают. В настоящее время учреждение уже практически на 100% готово для того, чтобы встретить своих детей. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить своих родителей, членов попечительского совета за оказанную помощь в подготовке к новому учебному году. Территория школы охвачена видеонаблюдением. Девять камер по периметру и в коридорах. Вход в здание через дежурного. Службу несет департамент охраны. Комфорт, чистота и безопасность. Все, чтобы дети понимали. Их здесь ждут, им рады. А родители были уверены, ребенок в полном порядке. Безопасность на первом месте. За счет бюджетных средств к новому учебному году приобрели и установили новое пожарное оборудование. От аккумуляторных батарей до системы оповещения. Во всех учреждениях образования Могилевской области завершаются работы по модернизации и благоустройству. На ремонт будет затрачено около 11 миллионов рублей. Как бюджетных средств, так и спонсорской помощи. 17 учебных заведений региона ждет капитальная реновация. Среди них 1, 4, 6 и 20 школы города. Паспорта готовности должны быть получены до 20 августа. Татьяна Горбач, Максим Галеонко. Итоги недели. Спасет ли человечество вакцинация? Почему Олимпийские игры в Париже широко открыты? И какой феномен появится в Абу-Даби? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Всемирная организация здравоохранения рекомендует провести целевую вакцинацию тех, кто контактировал с инфицированным оспой обезьян, а также людей, подверженных высокому риску заражения, медработников, сотрудников лабораторий и тех, кто ведет беспорядочную половую жизнь. Вспышку можно погасить, уверен генеральный директор ВОЗ, если страны, общество и каждый человек будут осведомлены, серьезно отнесутся к рискам и примут меры. До начала Олимпийских игр в Париже осталось два года. В эту дату Оргкомитет состязаний объявил официальный слоган Олимпиады 2024 – широко открытые игры. Подразумевается, что лозунг намекает на равенство между полами и говорит об открытости для новых видов спорта. Впервые будут соревноваться танцоры брейк-данса. К слову, продажа билетов откроется в декабре этого года. Организаторы обещают, их стоимость будет начинаться от 24 евро. SpaceX развернула на орбите 53 мини-спутника Starlink. Очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9-33 в этом году состоялся с космодрома на мысе Канаверл во Флориде. За последние три года американская компания вывела в космос около 3 тысяч интернет-спутников. В мире насчитывается до 400 тысяч пользователей бета-версии системы. Пожары и засуха уничтожают леса и поля в Европе. По меньшей мере, 53 чага были зарегистрированы за сутки в Греции. В Евросоюзе стоит жаркая погода, которая может стать причиной новых возгораний. Однако, по предварительной версии, основная – человеческий фактор. Сотни людей уже эвакуированы из опасных зон. Абудаби совместно с японским коллективом художников откроют уникальный мультисенсорный арт-объект. Будущий музей в СМИ уже назвали адресом для бесконечно любопытных. Удовлетворить свою тягу к знаниям и необычным впечатлениям можно будет через два года, когда проект будет полностью завершен. Там расположится огромное иммерсионное пространство площадью в 17 тысяч квадратных метров. Новый музей будет лишен правил. Никаких указателей. Посетители должны проложить собственный путь в креативном промежутке. Более того, с экспонатами рекомендуется взаимодействовать. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Вобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, 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 нов